правее куда он идет сейчас выскочит на нее и близко к ним потом не подходи там кормовое оперение здравствуйте товарищи поздравляю вас с первого морского флота и на связи на десятом канале почему не отвечаете проинструктивы от вахтин офицера подними руку так более-менее подкрашено хотя с глубоководного пришло давайте так же на левый борт нашим левым прием на связи не дежурит карабинчики дачки ноги пяточки вместе носки на ширине карабина так 474 замечание у вас я концепт не покрашеныш каюты не закрыты особенно в носовом блоке ранжир еще раз посмотрите в середине двое высоких стоят поставьте их правее подними руку что понял сигнал третий иллюминатор в стране третий иллюминатор в стране белого цвета здравия желаю товарищи гал поздравляю вас с днем военно-морского флота ура 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 однако надо сказать правду войны хотелось избежать хотелось бы иметь еще года два-три за это время укрепились стали бы опытные душе я наверно как и очень многие войны побаивался понимал что война вероятно понимал что она уже близко но где-то в глубине души каким-то уголком маленьким верилось избежим были упованы на партию правительства думалось они у нас настолько мудрые что сумеют избежать войны мысли для профессионального военного нехорошие более того даже вредные однако надо честно признаться они были и а война приближалась с роковой неизбежностью а а а мой отец адмирал арсений головку с сорокового по сорок шестой годы то есть всю войну командовал северным флотом первое издание его мемуаров под названием вместе с флотом было опубликовано войны с датом в шестидесятом году позднее за слов моей мамы друзей и сослуживцев отца я узнал что адмирал очень хотел подготовить новый исправленный вариант но не успел немного не дожив до пятидесяти шести он умер мне было тогда двенадцать лет безослужный артист Чехословатской республики Карел Готт книга которую я сейчас готовлю это отцовские мемуары это его военные дневники которые он вел всю войну вспоминая сорок первый год тогда память еще свежа все вытаскивает он наконец выспался сел всю войну не досыпал постоянно рукопись вот отцовские дневники перепечатанные вот они хранятся в этих двух тетрадей одна тетрадка и у отца было две тетрадки одна и вторая у него была доверенная секретарша вернее машинистка она скорее вот которая с допуском к секретным документам вот она распечатывала но они не имеют грифа секретности это личные материалы которые никто не секретил но формально поступив в музей они получили гриф ДСП для служебного пользования отец давал нескольким известным писателям почитать посмотреть и они его убеждали что Арсений Григорьевич ну надо делать смотри это это есть то что никто не знает давайте давайте опубликуем давайте сделаем но когда дело дошло до формирования текста вот тут вот и полезли все эти самые это можно это нельзя московское время восьмнадцать часов тридцать минут и и rushed и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжительность и фантастичность полярной ночи с причудливыми сполохами северного сияния в полнеба над гранитным безлюдием, над кипением прибоя у подножий черных утесов, лютость океанских непогод, панорама голубых арктических льдов под незаходящим долгие месяцы солнцем, суровость всего, что окружало человека, что сперва подавляло, а в конце концов воспитывало настоящих моряков. Продолжение следует... Продолжение следует... Фюрер и Верховный Главнокомандующий Вермахта Совершенно секретно, только для командования. Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии. План Барбаросса. Основные силы военно-морского флота должны и во время Восточной кампании, безусловно, быть направлены против Англии. Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил против Советской России я дам в случае необходимости за 8 недель до намеченного срока начала операции. Приготовление, требующее более продолжительного времени, если они еще не начались, следует начать уже сейчас и закончить к 15 мая 1941 года. Популярная всюду в нашей стране песня «Если завтра война» отзвучала на севере 17 июня 1941 года, за пять суток до официального сообщения о нападении гитлеровцев. Около 14 часов ко мне в кабинет вбежал запыхавшийся оперативный дежурный. Немецкий самолет не доложил, а закричал он. Первой мыслью было, гитлеровцы бросили свою авиацию для массированного удара по объектам Кольского залива, Мурманску, Полярному, аэродромом. «Уточните», — сказал я, стараясь сохранить спокойствие и тем самым успокаивая взволнованного дежурного. Придя в себя, он объяснил, что над бухтой и Полярным только что пролетел самолет с фашистскими опознавательными знаками и так низко, что оперативный дежурный, выглянув из окна своего помещения, увидел даже летчика в кабине. По всем данным, самолет был разведчиком. Несомненно, малая высота понадобилась ему, чтобы сфотографировать гавань Полярного. Он успел беспрепятственно пройти над гаванью, затем над Кольским заливом и над аэродромом в Ваенге, ныне город Североморск. «Мне стало ясно, это война. Иначе на такое хамство пройти над главной базой флота даже гитлеровцы бы не пошли. Почему не поднятые истребители, почему молчат батареи?» — первым делом спросил я. Дежурный не знал. Ни одна батарея не сделала по чужому самолету ни единого выстрела, и разведчик благополучно ушел в освоясь. Поднятые в воздух, по моему приказанию, дежурные истребители не догнали гитлеровца. Его скорость превышала скорость наших И-16 и И-15. Других самолетов истребители не имели ни мы, ни армии. Немцы, очевидно, это знали и действовали довольно махально. Побывав на нескольких батареях, я задавал командирам одни и те же вопросы. Когда и как обнаружили самолет? Как его опознали? Почему не стреляли, несмотря на инструкции открывать огонь? Только для командования, предполагаемые союзники и их задачи. В войне против Советской России на флангах нашего фронта мы можем рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии. Финляндия должна прикрывать сосредоточение и развертывание отдельной германской северной группы войск части 21-й армии, следующей из Норвегии, и вести совместно с ними боевые действия. Важнейшей задачей 21-й армии во время Восточной кампании остается оборона Норвегии. Имеющиеся сверх того силы их горный корпус следует использовать на севере прежде всего для обороны областей Петсамо и ее рудных шахт, а также трассы Северного Ледовитого океана. Затем эти силы должны совместно с финскими войсками продвинуться к Мурманской железной дороге, чтобы парализовать снабжение Мурманской области по сухопутным коммуникациям. О намеченных подготовительных мероприятиях всех видов вооруженных сил и о ходе их выполнения докладывать мне через Верховное Главнокомандование Вооруженных Сил. Адольф Гитлер! В конце дня, условно разумеется, ибо стоял полярный день, солнце светило круглые сутки, на большой высоте появилось звено фашистских самолетов. Один из них прошел над бухтой Озерко. К тому времени и я, и член военного совета успели побывать на близлежащих батареях и повторили категорические указания на случай появления неизвестных самолетов сбивать. Поэтому гитлеровцы при вторичном появлении были встречены дружным зенитным огнем. Дружным, очень интенсивным, но бесполезным. Они прошли на высоте свыше 7 тысяч метров. Поскольку Северный флот был оперативно подчинен Ленинградскому военному округу, постольку моей обязанностью было немедленно донести туда происходящему нас. Так я и сделал. Командующий округом генерал-лейтенант Попов находился, кстати, неподалеку. Он проводил учения в районе Кандалакши. Ответ на мою шифровку пришел незамедлительно. Он был подписан начальником штаба округа и гласил «Не давайте повода противнику. Не стреляйте на большой высоте». Оставалось гадать, что же это значит. Не стрелять, чтобы гитлеровцы не использовали сам факт стрельбы для конфликта? Или не стрелять, потому что большая высота? Смысла той телеграммы я не могу понять до сих пор. Счастье и несчастье отца было в том, что Северный флот был на отшибе. И посылать за ним туда, его арестовывать, разбираться. Комиссия, должна была комиссия ехать разбираться. Началась война и стало сильно не до комиссии уже тут. Делать замечания, арестовывать командующего флотом за то, что он отдал приказ стрелять по немецким самолетам. А Германия начала войну не до того. Это было легко дотянуться до Трибуца, который командовал Балтийским флотом, или до Черного моря, которое в достигаемости, как до Черноморского флота. А Север, он там далековато. Следующий, следующий момент. Сейчас. Рабатываем, стоять, команда. По линии, поэзии. С утра 18 июня посты службы наблюдения весь день доносили о так называемых неизвестных самолетах повсюду. От Полярного до Кандалакши. Один из самолетов был обстрелян зенитчиками 14-й стрелковой дивизии, прикрывавший подступы к Полярному и Кольскому заливу, после чего скрылся в северо-западном направлении. Я предполагал, что мы получим кое-какие разъяснения непосредственно от командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенанта Попова. Он 18 июня прибыл в Мурманск. Отправились к нему вдвоем с членом военного совета, но надежды наши не оправдались. Разговор пошел о мероприятиях, не имеющих прямого отношения к тому, что происходило вокруг. Обсуждались и утверждались места строительства всяких укреплений, аэродромов, казарм, складов в условиях и по нормам мирного времени. О том же, как складывают соотношения между Советским Союзом и фашистской Германией, командующий округом ничего не сказал, вероятно, знал тогда не больше, чем мы. Беспокойство не покидало меня, ибо неопределенность – это и есть малоприятная перспектива попасть под внезапный удар. Вечером Попов уехал в Ленинград, проводили водостанции. Угостил он нас на прощание пивом в своем вагоне, тем и закончилась наша встреча. Из Москвы также ничего определенного не было. 19 июня была получена директива главного морского штаба готовить к выходу в море подводные лодки. Задача, наблюдая за кораблями и судами вероятного противника, отразить нападение, если оно последует. Нам было известно, по данным разведки и по сведениям, получаемым от беженцев из Норвежской области Финнмарк, что немецко-фашистское командование непрерывно накапливало свои войска и технику в северной Норвегии и в пограничных с нами районах Финляндии. В районе Петсама находились части усиленного горно-стрелкового корпуса Норвегия, не меньше трех дивизий, под командованием генерал-полковника Дитля. На аэродромах этого же района уже было свыше сотни боевых самолетов, а вдоль норвежского и финляндского побережья значительно усилилось движение различных судов. Наши береговые посты стали часто отмечать в разных местах перископы подводных лодок. Все подтверждало, что немцы и их союзники готовятся к агрессии. Там был период достаточно сложный. Флот рос. С одной стороны, строили корабли, а людей с подготовкой, со знаниями, с каким-то минимальным опытом и со способностями категорически не хватало. Николай Герасимович Кузнецов, который был народным комиссаром военно-морского флота, он тогда добивался ослабления репрессий флота, но до конца не добился. И в 30-х годах, перед войной, достаточно многих весьма способных людей. Одного вот Рыков, однокашник был отца по военно-морскому училищу, он командовал эсминцев Рыков. Командовал эсминцев Рыков. И вот его практически ни за что обвинили в троцкизме, там, черт-те знает в чем. А Северным флотом командовал перед отцом. Сперва Закупнев, потом Душенов. И оба были расстреляны в ходе сталинских репрессий, потом реабилитированы. И расстреляны, в общем, нельзя сказать, что ни за что, но степень их вины совершенно не соответствовала такому наказанию. Потому что, в принципе, любого командующего, если начать копать, можно найти замечания. Там ботинки нечищены, там эсминец не отремонтированный, там причал разваливается. Но, в общем, потеря людей перед войной была все-таки для флота, ну, наверное, и для армии весьма чувствительна. В течение суток, 21 июня, над нашей территорией появились два фашистских самолета. Один у полуострова Рыбачево, второй в районе Териберки. Гитлеровцы просматривали побережье Мурмана. Видимо, они хотели выяснить, идут ли у нас перевозки из Белого моря, готовимся ли мы к отражению удара. Над Кольским заливом чужих самолетов не было, поэтому обошлось без воздушных тревог и стрельбы зенитов. Внешне тишь на гладь. Вдобавок хорошая погода. Не зная обстановки, трудно было подумать, что мы наканули войне. Центральные военные прессы ничего не писали о возможности военного столкновения с фашистской Германией. Политорганам было даже рекомендовано пресекать всякие разговоры о войне. Вследствие этого даже многие военнослужащие считали, что повышение боеготовности проводится как учебное мероприятие. Просмотрел за чаем вечернюю сводку. Привлекли внимание данные воздушной разведки. В течение дня были обнаружены на подходах к губе Петсама в самом порту на рейде 15 транспортов и тральщик. На рейде Вардио – транспорт. В Персфьорде – транспорт. В общей сложности за сутки из Петсама вышли 8 транспортов и вошли в гавань 3 транспорта, 2 рыболовных траулера, 11-оружевой катер. Пока я размышлял над сводкой, принесли шифровку особой срочности. В ней официально сообщалось, что немецко-фашистское командование стянуло войска, около 200 дивизий к нашей границе. И что с часу на час надо ожидать их вторжения на территорию Советского Союза. Нам предписывалось перевести все части флота в готовность номер один. Когда было получено официальное сообщение о начале войны, в моем кабинете находились члены военного совета Николаев, начальник штаба флота Кучеров, начальник управления политической пропагандой Торик. Не помню, кому пришла мысль спросить о возрасте присутствующих, но выяснилось, что среди нас нет никого старше 35 лет. И ни один из нас не имеет опыта управления флотом в военное время на таком обширном и трудном морском театре. Вот отец молодой. В этот момент, как показалось мне тогда, мы прочли в глазах друг у друга невысказанный вслух, но по-настоящему осознанное беспокойство за все, что нам было поручено возглавлять. И за что мы теперь больше, чем когда-либо должны были ежечасно, ежеминутно в самых тяжелых условиях держать ответ. В записях, которые я вел с первых дней Великой Отечественной войны, нет многого, с чем связано распространенное представление о дневнике. Нет, потому что я считал ненужным углубляться в область личного, интимного, в душевное переживание. Да и не хватало времени для таких записей. Впервые в истории на нашем севере создавался настоящий боевой флот из моряков, пришедших из разных уголков страны и уже ставших ревностными патриотами-североморцами. Формировался костяк его личного состава, но этого было мало. Кроме этого, надо было располагать боеспособными кораблями, всегда готовыми к действиям в любой обстановке. Увы, не техническое состояние кораблей, ни системы базирования, ни уровень подготовки частей, кораблей, личного состава в 1940 году не удовлетворял этим требованиям. Я от мамы и знал, что отец публикации книги был очень недоволен. И, в общем, ну, в общем, это незадолго до смерти кончилось это сердечным приступом. А что, собственно, мне было интересно, что вычеркнули и почему, черт побери, что ж так не понравилось. Некоторые вещи я откровенно не понимал, потому что чем больше мы преувеличиваем, так сказать, преуменьшаем немецкие возможности и наши проблемы, действительно мы выглядим немножко глупо, о чем мы так долго действительно воевали, если все было так просто. 22 июня. Дата, памятная каждому советскому человеку, официальное начало войны с гитлеровской Германией. И сразу будто прорвало затор, хлынул поток директив, категорических, уточняющих, разъясняющих, а иногда продолжающих предписывать уже бессмысленную деликатность. Приказание наркома военно-морского флота о немедленном переходе на оперативную готовность номер один, переданное по радио в адрес военного совета, было исполнено прежде всего сигналом по флоту. Через 20 минут мне вручили вторую директиву. Ее содержание заставляло пожимать плечами. 22-23 июня, говорится в ней, возможно внезапное нападение немецко-фашистских войск. Оно может начаться с провокационных действий. Тогда что же означает полеты гитлеровцев над нами уже в течение пяти суток? Наша задача, указывается далее в директиве, не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения, но быть в полной боевой готовности встретить внезапный удар немецко-фашистских войск и их союзников. Перейдя на оперативную готовность номер один, в то же время тщательно маскировать от противника повышение боевой готовности. Ведение разведки в чужих территориальных водах категорически воспрещено без особого распоряжения. А пограничные посты доносили в течение только первых полутора часов 22-го числа уже шесть самолетов, четыре немецких, один финский и один неопознанный, появлялись над нашей территорией на высоте около тысячи метров. Третья директива наркома была адресована военному совету и предписывала к 7 часам утра выделить для обороны горла Белого моря две подводные лодки, эскадрильные миноносцы Грозный и Закрушительный, эскадрилью гидросамолетов МБР-2. 22 июня самолеты немцев начали усиленно летать над Кольцким заливом. Погода стояла довольно плохая. Изредка проходил полосами туман, облачность держалась метров 200-250. Видимо, эти обстоятельства помешали немцам использовать авиацию в полной мере. Стиснув зубы, ведем счет неопознанных самолетов, проносящихся за благо. И вот около четырех утра первый раскатистый гул взрывов в районе полярного сброшенной бомбы. Как же теперь понимать директиву, предписывающую не поддаваться на провокации? Гул взрывов слышали все. По городу засновали люди в поисках убежищ. Многие из тех, кому необязательно оставаться здесь, кинулись, несмотря на ранний час, к стоявшему причалов буксирам и пароходам, чтобы переправиться в Мурманск и оттуда выехать поездами вглубь страны. Отовсюду поступали донесения о фашистских самолетах, о неопознанных силуэтах надводных кораблей, о перископах подводных лодок. Береговые зенитные батареи и корабельная артиллерия то и дело вели яростный, но все еще бесполезный огонь по самолетам. И по чужим, и по своим. Еще не умели ни стрелять в боевой обстановке, ни различать типы самолетов. Сведений о том, что происходит в стране, до восьми часов утра не было никаких. В дальнейшем на телефонные звонки нам из главморштаба отвечали, что началась война. Однако ничего другого пока сказать не могут. Сталину несколько раз докладывали, что он, вернее, у Гоурова возглавлял разведку, кажется, тогда и главный разведуправление. Он, значит, запрашивал у главного разведуправления, закупают ли немцы теплую одежду. Ну, теплая одежда, теплая военная форма, это было засекречено у немцев. Мы могли, разведчики наши могли отслеживать, только закупают ли они исходные материалы, какую-то овчину, какие-то утеплители, какое-то теплое сукно. И закупок этих не производилось. Из чего делался вывод, что ну не полный же идиот Гитлер, не начнет же он войну против России, не имея теплой формы одежды. И, к сожалению, так сказать, осталось за неизвестным разведке, что Гитлер решил в течение одного сезона закончить войну. И только события в Греции и в Югославии заставили его перенести начало войны с мая на июнь. Первый успех в воздухе был достигнут 24 июня. Сбит Хенкель. Фашистский бомбардировщик ХЕ-111. Пачин сделан старшим лейтенантом Борисом Сафоновым. Сосредоточив огонь на правом моторе, он гнал немца до бухты Зеленцы, где тот ударился об воду и разломился. Экипаж Хенкеля погиб. Мы подобрали все, что могли и все, что осталось от немцев. Хотелось узнать, как можно больше. С большим любопытством рассматривали все привезенное катером хозяйство от этого самолета. Навигационные бомбочки, парашюты, погнутые пулеметы много нам сказать не могли. Однако бросилось в глаза то, что немцы на сухопутных машинах имеют резиновые шлюпки и аварийные радиостанции. Казалось бы, логично, раз самолет летает над морем, иметь на нем и шлюпку, и радиостанцию. Однако у нас на колесных самолетах, летавших над морем, ничего этого не было. Немедленно решил я завести хотя бы шлюпки и у нас. Быстро нашли их в инженерном отделе и снабдили имя самолета. Это был первый полезный урок, взятый нами у противника. Мы учились воевать. Перед войной наши самолеты, которые летали, северного флота, которые летали над морем, не имели ни радиостанции, с радиостанциями вообще была беда. В авиации, с управлением самолетами была беда. Ни надувных лодок. Ну, отец дал указание на сухопутные самолеты, оснастить их надувными лодками. А в книге редактор добавляет и радиостанциями. Ну, ребята, радиостанций не было даже на боевых, нормальных, ни аварийных не было, никаких не было. Один из двадцати самолетов имел радиостанцию. Дабы помешать немецким приготовлениям к наступлению, командующий 14-й армией генерал-лейтенант Фролов решил использовать артиллерию, имевшуюся у него. Цели были заранее изучены и уточнены. Но на сухопутии произошло то, чего и следовало ожидать. Как только 24 июня армейская артиллерия начала обстрелы, место средоточения и скопления сил противника, гитлеровцы будто по сигналу перешли в наступление. Повсюду завязались ожесточенные бои. Флот доставлял нашим войскам пополнение. Везли его под постоянными ударами авиации, высаживали под непрерывным обстрелом и бомбежками с воздуха. Людей не только необученных, но и просто даже не проинструктированных прямо с причала бросали на передовую линию, в бой. Другого выхода не было. Надо было во что бы то ни стало задержать немцев. Трое суток шли тяжелые бои. Передевшие наши части сражались отлично. Часто в дотах, которые немцам удавалось обходить, оставалось живых два-три человека, но они дрались до последнего патрона. Немцы прорвались к Титовке и захватили ее. Линия фронта постепенно перемещалась в направлении Кольского залива. По гранитным скалам, без дорог, в труднейших условиях разрозненные наши части почти все без офицеров начали отходить на восток к Полярному. Только один батальон пришел к Кольскому заливу, имея командиром офицера. Офицер этот имел более десяти ран и непонятно было, как он способен и идти, и командовать. Избитый, усталый, еле стоящий на ногах, он держал свой батальон в руках и ни на секунду не терял над ним власти. Сам он был командиром роты в этом батальоне, и после гибели командира батальона вступил в командование. Остальные люди отходили более мелкими частями не больше роты. Только изредка попадались офицеры, но это были хозяйственники и врачи. Остальной командный состав, в том числе и почти весь младший, погиб. Секретно. По вопросу уроки компании на Востоке. Перевод с немецкого. Оборона. Советы мастера этого вида боя. Озлобленные и упорные, они имеют способности к изобретению разного рода хитростей, уловок, засад. Фронтальный налет на позиции представляется бесперспективным. Сдерживающий бой. Вследствие медлительности и недостаточного организационного таланта, советы не способны к его ведению. На дорогах отступления царит хаос. Это слабое место обеспечивает благоприятные возможности для преследующих войск. по сообщению командарма Фролова противник продолжал теснить наши войска пользуясь численным превосходством в живой силе техники и авиации. У армейцев расход снарядов был катастрофически большим. «Имеем остаток всего ничего», сказал связавший со мной Фролок и спросил не можем ли мы помочь армии. Помочь было необходимо прежде всего корабельной артиллерии. 135-й стрелковый полк дравшийся на границе после прорыва гитлеровцев в Титовке отошел не к побережью Кольского залива а на полуостров средний и закрепился на перешейке соединяющем полуостров с материком. Расстояние между боевыми позициями там наверху, ребята, на этом хребте было всего от 30 до 70 метров. Здесь люди убивали, глядя в глаза друг в друга. Фашистам сходу не удалось сбить этот полк и он оседлал склоны горного хребта Мусто-Тунтуре, прикрывающего перешейк. Противник подтягивал туда свои войска и накапливал силы для нового удара. Важность этих мест для дальнейшего развития событий была несомненно. Кто владеет рыбачим и средним, тот держит в руках Кольский залив. Без Кольского залива Северный флот существовать не может. 1200 дней ночей рыбачий и средний был в блокаде. Каждый снаряд, каждый патрон, каждый сухарик доставлялся с моря, с Мурманска только морем. По суше дороги не было. Дорога жизни была для рыбачего и среднего это Мотовский залив. Южное побережье, которое до западной лицы было занято фашистами. И они на мысах Пикшуй, Фабергов, Могильный установили свои батареи, которые охотились за каждым корабликом, за каждой лодочкой. Первые так называемые морские отряды, составленные из моряков-добровольцев, были сформированы буквально в считанные часы и тут же брошены в бой, чтобы помочь армейцам задержать немецко-фашистские части, рвавшиеся к Мурманску и Кольскому заливу. Двое суток шло формирование следующих отрядов. Из подводников и моряков надводных кораблей, морской авиации, строителей, судоремонтников. Общее желание дать надлежащий отпор фашистам было таким сильным, так много поступило заявлений на откомандирование в морские отряды, что к исходу вторых суток пришлось прекратить прием добровольцев. Их насчитывалось уже больше 12 тысяч. Тем более, что ни флот, ни армия не располагали достаточным количеством обмундирования и вооружения для отрядов. Не хватало винтовок, почти не было пулеметов и минометов, не было даже обуви, пригодной для пехоты в условиях северной тундры. Отчасти мы вышли из положения способом мобилизации внутренних ресурсов. Взяли с кораблей все ручное оружие, оставив только личные пистолеты у командиров кораблей. Сняли где можно и нельзя пулеметы, даже с подводных лодок и неисправных самолетов. Перетрясли все свои склады. Бои шли непрерывно. Ночи не было. Круглые сутки был день и круглые сутки шли бои. Все наши добровольческие как мы их называли морские отряды были брошены на фронт. Немцы упорно лезли вперед несмотря ни на какие потери. Против наших войск брался горный немецкий корпус героя Нарвика. Личный состав корпуса носил на руке изображение альпийского цветка Эдельвейс. Большинство солдат были тирольцы привыкшие к горам. Части эти считались у немцев отборными. Видимо для них было большим сюрпризом что они в течение трех недель не могли прорвать нашу оборону. И все же несмотря на чрезмерные жертвы понесенные нами задача поставленная перед морскими отрядами была успешно решена. Измотанные в неравных боях люди 14-й армии получили поддержку и увидев самоотверженность моряков обрели новые силы и сумели с действенной помощью морских отрядов остановить врага. Вот ребята интересные фотографии смотрите подводная лодка экипаж подводной лодки пацанчики 19 побег вот видишь вот смотри у них 12 побег 12 кораблей потоплено они со щеночком играют дети дети ребята дети по рубке вот как ребятки да на самом деле это а сколько они испытали это десантники вот десант идет смотрите ребята представляете вот мы говорим все каски все смотрите все в бескозырках все в бескозырках вот удаль матросской видите никуда тут не денешься корабли сделали свое дело гитлеровцы явно застряли у хребта мусто тунтури и теперь нашей задачей стало сделать этот рубеж непроходимой преградой тогда я подумал следующее если фашисты в начале войны располагая превосходством в сухопутных частях в опыте боевых действий в авиации и прочей технике не сумели сбить наши части с подступов к среднему и рыбачьему то и в дальнейшем наверняка не шибут мы сумеем закрепиться и подбросить резервы это вот 20-летний или 19-летний парнишечка буквально ребята чтобы не попасть в руки фашистов он снял видишь портянки и нажал на курок сам себя убил ну это тоже наши пулеметчики видите лежат до последнего сражались вот ребята вот так вот все ходили и рядовой и командир все вместе всех косило пулеметная очередь секретно исследование тактики ведения боевых действий русскими летом 1942 года общие положения несмотря на низкий уровень военной подготовки особенно пехоты русские под безжалостным руководством показали себя как никогда стойкими в преодолении многих трудностей которые ему выпадают из-за непогоды особенности местности и сложной ситуации со снабжением однако в быстро меняющихся ситуациях русским трудно изменить свой план командование на местах слишком зависимо чтобы сразу реагировать и принимать самостоятельные решения это одно из объяснений почему их потери часто очень высоки а русская атака теряет силу после контрудара нанесенного нашими частями по немецко-фашистским войскам у западной лице позиционная война в Заполярье стала фактом сами гитлеровцы признали крах Блицкрига в течение трех лет оборона полуострова средней нашей морской пехотой представляла собой подлинную эпопею мужества отваги дерзновенных подвигов и несгибаемой стойкости людей северного флота достаточно сказать что борьба в этом районе велась буквально за каждый метр обстановка изменилась только тогда когда первые хорикейны были поставлены взлетели с британского авианосца и прилетели на наш эордром я могу показать модель хорикейна если хотите маленькую первые хорикейны появились у нас еще осенью 7 сентября 24 истребителя взлетели с авианосца Аргус и приземлились у нас на аэродроме Ваенга туда же вскоре перебазировались 16 хорикейнов доставленных в Архангельск конвоем пик Ю-0 такие самолеты вот это британские хорикейны кажется второй или третьей серии были как воздух нужны северному флоту и слава богу отец добился чтобы они там остались потому что авиационное прикрытие было Аховым не было истребителей в общем сражались с немцами на И-16 И-15 и самолеты которые уступали значительно немецким и вот эти не самые лучшие были к тому времени самолеты но по сравнению с устаревшими нашими они конечно помогли прикрыть Мурманск прикрыть флот когда пошли конвои газета Таймс 11 октября 1941 года хорошие результаты от переговоров с Москвой русские удовлетворены ленд-лис британская помощь России одолжить ленд ленд это could you lend me your vacuum cleaner можете одолжить мне свой пылесос no мистер нет это одолжить лиз это лизинг это растянутая оплата то есть одолжить с растянутой оплатой жизнь П zeros под�보� центру м 텅 улицы что жизнь мне поддерж офlife рыб Tibia büyük Продолжение следует... Настоящую поддержку, такую моральную поддержку Советскому Союзу американцы в массе своей стали оказывать, восхищаться борьбой русских после того, как сами оказались втянуты в войну с Японией. А Япония – это союзник Гитлера, и они, так сказать, часть военных секретов немцы передавали японцам, и действовали они совместно. И когда вот это вот какие-то описания этих зверств дошло до американцев, там достаточно сильная общественная волна поднялась. Мы поможем Советскому Союзу, так мы победим и Японию, и Германию. Поэтому тут уже Гитлер стал злодеем. Нам надлежало обеспечить проводку союзных конвоев, караванов транспортных судов с различными грузами, направляемых через Атлантику из США и Англии в северные порты Советского Союза. Первоначально пунктом приема и разгрузки был только Архангельск, поскольку железнодорожное движение из Мурманска к центру страны уже было природным. И американцы, и англичане считали, что, британцы считали, что Советский Союз продержится максимум три месяца. От трех недель до трех месяцев, четырех месяцев. И считали, что Мурманск будет сдан очень быстро. И поставка через Кольки залив, то есть через Мурманск станет невозможной. Вечерняя пресса Стокгольма сообщает, что прошлой ночью немцы захватили Мурманск. Добавляя, что хотя этот факт стал известен в Берлине, официального подтверждения немцы пока не получили. Утверждается, что атака была предпринята в основном немецкими и австрийскими альпийскими войсками под командованием генерала Дитля. 10 июля 1941 года. Медленное продвижение немцев. Немецкое наступление на Мурманск продвигается очень медленно. Захватчики вынуждены аккуратно двигаться в очень сложной стране. Вряд ли они возьмут Мурманск без особо упорных боев. В начале ноября 1941 года английская миссия поставила вопрос о возможности захода в конвоев с грузами в Мурманск. Связано это было с тем, что судам стало все сложнее пробиваться сквозь льды Белого моря даже с помощью редоколов. Конечно, для большого количества транспортов причала в Мурманске не хватало. Оборудования, в частности портальных кранов, у нас тоже было недостаточно. Значительную часть в спешке успели вывезти в Архангельск. Но организовать разгрузку судов было все-таки можно. Ну, было, в общем, известно, особенно англичане это штудировали. Наши вроде как не признавали, что Белое море раньше замерзает. Незамерзающий порт Мурманск. 20 декабря 1941 года. Завтра утром намереваюсь вылететь в Архангельск. Командующий Беломорской флотилией жалуется на обстановку, которая у него там сложилась. Все зажато льдами. Попанин ледоколов ему не дает. Больше десятка военных кораблей и транспортов разбросаны во льдах. Все это надо было и возможно было предвидеть. Но он прохлопал. Не вывел корабли своевременно, а потому и оказался в таком корявом положении. А дальше начало замерзать Белое море, а ледоколов у нас критически не хватало. Пришлось даже потом просить по ленд-лизу два ледокола, потом их вернули. Отец, адмирал Головко, писал своему руководит, командующему, народному комиссару Кузнецову по поводу того, что надо готовить Мурманск к тому, чтобы он мог принимать конвои. А что значит принимать конвои? Значит, нужно сильное ПВО, зенитки. Все это Мурманск получил, но уже тогда, когда города почти не было. Его спалили почти весь. Бомбежками он подвергался очень жестоким. Именно из-за того, что это стал пункт приема конвоев и снабжения. И Гитлер искренне верил. И в этом была доля правды, что Советский Союз держится только благодаря этим конвоям, этому снабжению. Первого августа в соответствии с достигнутыми между СССР и Великобританией межгосударственными договоренностями к нам прибыл первый английский военный корабль. Это был минный заградитель Adventure, приключение. На нем были доставлены различные грузы для нас. Не помню точного перечня, но в большинстве это были материалы и боезапас для военно-морского флота. Сахар для России Красный Крест Фонд помощи России госпожи Черчилль 4 августа первая английская лодка «Тайгрис» пришла в Кольский залив. Вскоре пришла еще одна английская подводная лодка «Трайдент». Командир этой лодки, командор Слейтон, не производил впечатления кадрового военного человека. Он больше походил на штатского. Видимо, скромный по натуре, он в разговоре всегда немного смущался. Вел он себя сдержанно, но охотно разговаривал с нашими офицерами и охотно делился своими взглядами на различные вопросы войны на море и морской тактики. Большого боевого авторитета среди англичан он не имел. Бивон даже высказал мне как-то мысль о том, что Слейтон неудачный командир. Между тем, и мне, и всем нашим офицерам Слейтон понравился, и в частности своей обходительностью. Прежде чем выйти в операцию, он долго сидел и изучал все данные, относящиеся к действиям подводных лодок на театре. Как ходят немецкие транспорта, какая у них система противолодочной обороны, какая у нас волна, где и какие бухты могут служить укрытием для подводных лодок, для немецких кораблей и так далее. К войне он подходил по-серьезному и по-деловому. Еще больше он мне понравился, когда дня за 3-4 до выхода в море попросил дать ему возможность потренироваться в выходах в торпедную атаку. Несмотря на то, что он командовал лодкой уже несколько лет, он считал, что надо проверить самого себя. Трайдент пробыла на позиции меньше недели. На шестой день была получена радиограмма от Слейтона о том, что он израсходовал все торпеды и возвращается. Когда лодка входила в базу, то на мачте ее вдруг взвился английский флаг, и под ним три перевернутых немецких флага. Я догадался, что это значит. Трайдент потопила три цели. Так оно и оказалось. Было уничтожено три судна, причем одно из них около 9 тысяч тонн водоизмещения. Неудачный командир оказался более удачлив, чем о нем думали сами англичане. Оба английских командира и начальник миссии многократно приглашали меня посетить лодки. Под всякого рода предлогами я отказывался. После успеха Слейтона я отдал согласие побывать в него. В этом месте обрывается черновая, не публиковавшаяся ранее, рукопись адмирала Головко. Видимо, часть листов была утеряна. Или они хранятся в каких-то все еще секретных архивах. Еще можно будет узнать, как принимали командующего советским северным флотом на британском корабле. Вот, в общем, примерно так. Не надо забывать, что берег на запад от Рыбачьего занят противником. Там, вдоль всего побережья, расположены вражеские посты наблюдения, батареи, аэродромы. Понятно, что свои конвои гитлеровцы водят почти вплотную к берегу, используя большие глубины прибрежных лодок. Все побережье изрезано. Насчитывает множество удобных бухт и заливов, где рассредоточены сторожевые корабли противника, выходящие на защиту конвоя. Кроме того, конвои сопровождаются большим и сильным охранением, а в летную погоду над ними висит прикрывающая их авиация. Тем не менее, вражеским конвоям весьма редко удается проскочить без потерь. Обычный результат таких встреч в нашу пользу на всем протяжении. От Хаммерфеста до Киркенеса и Петцамы. Да, немецко-фашистское командование спохватилось. По указанию Гитлера, на север Норвегии в январе переведен линейный корабль Тирпиц, один из крупнейших кораблей противника. Есть все основания предполагать, что вслед за Тирпицем на Северном театре появятся и другие крупные корабли германского флота. Не щадя жизни, только так следует оценивать поведение подводников Северного флота с первых же дней войны. М-172 под командованием Фисановича в течение одного только месяца трижды выходила на позицию полярной ночи и возвращалась похожая на плавучую ледяную гору. Все, надводная часть корпуса, антенна, рубка и прочее, было неизменно покрыто наростами льда от обреденевших и намерзших слоями морских брызг. В таких условиях воевали все подводники-североморцы в зимнюю пору. Воевали действительно, не щадя жизни ради общего дела – нашей победы. Пожалуй, нигде так не силен дух коллективной готовности к самопожертвованию ради благополучия всех, как у подводников. Крышка закрыта, начали заполнять опедный аппарат. Анекдотический случай с бывшим командиром одной из малюток Лысенко, допустившим ошибки в счислении, вышедшим в подводном положении к скалистому берегу Териберской губы и полагавшим в панике, будто противник вытягивает лодку магнитами на поверхность. Произошел 20 июля 1941 года, когда у подводников, как и у моряков надводных кораблей, не было еще боевого опыта, когда опасности врага мерещились на каждом шагу. Товарищи, начать расходное! Выходим по одному! С тех пор не знаю ни одного случая растерянности или трусости командира корабля, надводного или подводного. Наоборот, был противоположный факт, известный всем североморцам. Когда 8 апреля 1942 года подорвалась на мине Ведяевская щука, подводная лодка Ща-421, которой командовал капитан-лейтенант Федор Алексеевич Ведяев. Ща-421 подорвалась на мине у входа в Парсангерфьорд в 20 часов 58 минут. Перед этим она атаковала конвой противника. Уклонившись от преследования охранных кораблей, Ведяев взял направление в открытое море. Лодка шла на глубине 60 метров и уже начала всплытие, когда в корме раздался взрыв. Забортная вода стала быстро заполнять седьмой отсек сквозь трещины в прочном корпусе. Командир и инженер-механик продули все цистерны, что позволило лодке мгновенно всплыть. Осмотр показал катастрофическое положение Ща-421. Взрывом изуродовало корму, оторвало винты, деформировало и разорвало кормовую переборку седьмого отсека. Хотя усилиями личного состава поступления забортной воды удалось прекратить, лодка лишилась возможности погружаться и осталась без хода. Радиопередатчик был сорван со штатного места и поврежден. Но радист-старшина Рыбин за полтора часа напряженной работы сумел частично ввести его в строй и передать единственную радиограмму. Подорвался на мине, хода не имея. Получив шифровку, я тут же распорядился приготовить к выходу в море на помощь Щуки лодку К-22 под командованием капитана 2-го ранга Котельникова, которая находилась ближе всех к месту аварии. По инициативе комдиву Колышкина были подняты оба перископа, заменившие в данном случае мачты. А вместо парусов использованы чехлы из дизелей. Ветер и течение сперва помогли маневру. Лодка стала уходить в море под этими импровизированными парусами. И все уже радовались, уверенные, что уйдут за пределы видимости береговых постов противника. Увы, через три часа ветер изменился, прекратился отлив, и Ща-421 опять поволокло к норвежскому побережью, занятому противником. Учитывая сложность положения, командир дивизиона и командир Ща-421 решили в случае необходимости взорвать корабль, если возникнет угроза захвата его фашистами. Это решение было объявлено экипажу. Все приняли это как должно. Подготовили корабль к взрыву, сделали по морскому обычаю прибор, кодовели чистоту. Подготовили к действию все оружие, вплоть до пистолетов и ручной гранат, чтобы дорого отдать свою жизнь, если придется схватиться с противником в неравном бою. Снова показался норвежский берег, на котором были расставлены вражеские посты. Котельников нашел Ща-421 через сутки. Четыре попытки взять изуродованный взрывом корабль на буксир, предпринятый экипажами обеих лодок, не увенчались успехом. Волнение моря было уже таким, что четыре раза лопались буксирные концы, заводимые на щуку, и УК-22 даже вырвало кнехты. Все это происходило возле вражеского берега, где обе лодки могли быть с улучшением видимости, визуально обнаружены противником в любой момент. После четвертой попытки, после того, как над лодками прошел фашистский самолет-разведчик, Котельников предложил экипажу Ща-421 перейти на борт Ка-22. Колышкин, Ведяев и механик не согласились. Они еще надеялись спасти корабль. Тогда Котельников радиограммой доложил мне обстановку, и я поручил ему передать Колышкину и Ведяеву мой приказ. Личному составу Ща-421 перейти на борт Ка-22. Аварийную лодку подорвать торпедой и затопить. Ведяев расплакался, когда докладывал о последних минутах своего корабля. Его взволнованность передалась всем, кто присутствовал при докладах возвратившихся подводников. И я в этот момент больше, чем когда-либо убедился, что передо мной и настоящий советский командир, и настоящий моряк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, как оценивать, он уже из Испании вернулся другим. Он из Испании уже, это вот 8-9 месяцев в Испании, уже сделали его немножко восприятие другим, увидев, какая ожесточенная была война гражданская, как истребляли франкисты, республиканцев. Отец стал советником командира военно-морской базы «Картахена» в 1936 году. Республиканцев поддерживал Советский Союз, а франкистов поддерживали Германия, Гитлер, и Муссолини, Италия. Жестокость этой гражданской войны на нем сказалась, конечно. А дальше? Да, ну, в войну все взрослели быстрее. Ответственность страшная. Командующий флотом с одной стороны имеет власть, а с другой стороны имеет колоссальную ответственность. Чаще всего для Северного флота, при невозможности выполнить все задачи, из-за того, что сил не было. Газета «Таймс». 14 октября 1942 года. Под командованием 36-летнего вице-адмирала Головко, терского казака, отвечающего за охрану побережья Советского Союза от Рыбачьего до Берингово пролива, сильный русский гарнизон морской пехоты удерживает полуостров Рыбачий. Морские пехотинцы с присущим им стоицизмом приспособились к жизни на полуострове, связь которого с материковой частью России осуществляется гидросамолетами или небольшими катерами. И климат и природа на Мурманском побережье особенно непривлекательны. Во время штормов люди вынуждены привязываться к скалам. Тундра – волнистая торфянистая равнина. Изобилуют озерами, болотами и трясинами, на которых летом размножаются комары. Сутками здесь то беспросветная темень, то незаходящее солнце. Тем не менее, сообщается, что в этих арктических регионах русская пехота находится в высочайшем боевом духе. Даже казахи и кавказцы быстро акклиматизируются. Рыбачий, средний и северный склоны Мусто-Тунтуре так и остались в наших руках. Произошло это не только благодаря тому, что флот успешно справился с задачей поддержки и снабжения наших частей. Большое значение имело решение другой задачи. Нарушение морских коммуникаций противника, связывающих его лапландскую группировку с тыловыми базами в Норвегии. Ибо морские коммуникации вдоль норвежского побережья являлись основными путями снабжения гитлеровцев, застрявших на зиму в Заполярье. И главное, основным путем подвоза новых частей пополнения. Других, равноценных путей у противника в этих местах не было. Железные дороги отсутствовали, а пропускная способность автомобильных дорог по Финляндии от Раваньями до Петсама и по Норвегии от Тромсю до Киркенеса была настолько мала, что не позволяла обеспечить даже полноценное питание тех войск, которые уже действовали против нас. Именно в этом была Ахиллесова бета вражеской группировки, остановленной нами на дальних подступах к Мурманску. Боеспособности, дальнейшая судьба горнострокового корпуса Дитля и всех лапландских войск в большой степени зависела от положения на морских коммуникациях. Потом вот высота. Это вот опорные пункты немецкие. Они на горах сидели, а наши в тепло не забегали. Колючая проволока еще торчит. Все немецкое. К ноябрю гитлеровцы убедились в тщетности попыток преодолеть наше сопротивление и в бесплодности своих надежд обосноваться на зиму в Мурманске. И вот выбито все. Туда дальше. Вот такие ступеньки. У них ступенечки были везде. Все. Продумываешь. Волей-неволей им пришлось всерьез подумать о вынужденной зимовке там, где они застряли. На сопках и в тундре. Настоящая ремеская печка. Печка топится тепло. Газета Таймс, 5 сентября 1941 года. Призрак меланхолии. Строить землянки в Мурманской тундре очень трудно, так как мерзлый наст покоится на болотной грязи, не имеющей дна. Но больше всего немцы боятся в своих арктических войсках не холода, а лапхюки, своего рода меланхолии, которая прошлой зимой стала повальным явлением среди немецких войск на севере Норвегии. Местные лопари и финны почти невосприимчивы к лапхюке, которая быстро распространяется среди чужаков. Ее причины – чувство одиночества, темнота, монотонность и вынужденное бездействие. И вот, вы представьте, это колоссальный труд. Вот начали они это вот в 1942-1943, а в 1944-м, говорят, плюнули и ушли. А когда говорят, разгром, да, разгром, так мы еще у нас в 1944 году за освобождение Заполярья еще 22 тысячи безвозвратных потерь убитых, умерших в госпитале от ранений. 22 тысячи. Огромное количество. Это кровавое западное лицо. Морские отряды Северного флота действовали самоотверженно. Им пришлось, в частности, штурмовать сильно укрепленную высоту «Важная», которая господствовала над Чертовым перевалом. Фашисты называли ее «стальным шлемом». Решительным броском наши бойцы вышибли егерей не только с «Важной», но и с другой, соседней высоты. Хорошо помню, как тогда, в годы войны, не хотелось думать о худшем. Повторялось то, что уже было не раз, долго не расстаешься с надеждой. Минует срок возвращения той или иной лодки, не отвечающей на многократное вызово. Но все еще надеешься на лучшее. Что, если просто-напросто оказалась неисправной радиоаппаратурой, и лодка просто не в состоянии дать знать о себе до прихода в базу? Время отсчитывало день за днем, и мне уже становилось ясно до горечи, что случилось непоправимое. Ну, в общем, немцы тоже делали ошибок много, и самоуверенность губит целые империи. И опасность эта до сих пор над империями висит. Как только ты начинаешь верить в собственные неограниченные возможности и величия, тут ты и делаешь самые большие ошибки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок